Добрый вечер всем! У нас сегодня 19 августа 2024 года. У нас 20 минут 11 на часах. Достаточно на улице к вечеру холодно. Прямо, знаете, даже в доме как-то не совсем комфортно, вот, потому что всё открыто, и мы проветриваем к ночи, ну, к вечеру, как говорится, наш дом. И у нас достаточно, знаете, 12 градусов было утром мы сегодня встали. Это такая резкая смена, как бы, перепады температуры. Вы знаете, от этого какая-то усталость всё равно, потому что, видимо, организму тяжело адаптироваться от такого, знаете, вот от 12 градусов до почти 26, там, 28. Представляете, вот это вот такой перепад резкий. Днём солнце, на солнце вообще жара очень сильная. Ну, с другой стороны, всё равно это дыхание осени, прямо осень уже чувствуется. Хотя, вроде так, знаете, тепло, всё хорошо, вот гулять ходили, тут, ну, по делам бегали. У нас сегодня много-много целый день дел было. Я даже, представляете, в машине уснула. Ну, практически так, не то чтобы уснула, а дремала. Для того устала от всех вот этих вот прогулок длинных-предлинных. Потом, значит, у нас тут посмотрели, там посмотрели, всё, что-то ходим, смотрим. А вот, ну, что хочу вам сказать. Я вчера такое, ну, видео вам рассказывала о недвижимости тут в нашем регионе. А вот, о наших домах тут, о наших планах, о наших покупках. Ну, что мы хотели бы приобрести и купить. И всё так просто. Кстати, большое спасибо вам за ваши комментарии. Я тут читала, читала, углубилась тоже вечером. Ну, прилегла где-то, ну, позже уже, после прогулки. Думаю, почитаю, что мне там написали. Ну, короче говоря, что хочу сказать. Одному человеку написала, оказалось другой, значит, подумала, что-то я ему написала. Не знаю, у меня почему-то какая-то путаница иногда происходит. Ну, нужно, видимо, имя вставлять, чтобы, ну, к кому я обращаюсь. Вот, из-за этого вроде не хотела человека обидеть, получилось другое. Кто-то там эмоционально так написал, я тоже ответить хотела. Ну, в общем, потом думаю, ладно, было так односложно. Ну, однозначно отвечать и лучше расскажу вам моё видео. О том, о чём вы меня или спрашиваете, ну, или пытаетесь убедить. Вот. Знаете, такая неоднозначная тема. Вот это вся вот покупки, совместное, так скажем, проживание, совместные, так скажем, всякие вот эти делёжки. Вот. Вот я вот читала, читала, рассуждала, рассуждала. И, знаете, получается, да, конечно, вроде как логично, что вот человек живёт там с кем-то и хочет себя, допустим, ну, в данном случае вот я тут про себя рассказываю, там, допустим, безопасить в каком-то плане, там себя, ну, чем-то подстраховать и прочее. Ну, смотря как на эту сторону тоже посмотреть. Она такая, знаете, со всех сторон, можно со всех граней, как говорится, смотреть, и с каждой стороны, с каждой грани будет своё видение этого, ну, этой проблемы. Ну, о чём это я? Вот, допустим, ну, вроде как, да, там вот мне понаписали, что, ну, вроде Жанлюк, конечно, он купит этот дом, вот, предположим, он потратит там свои деньги, ну, это будет как бы его, понятное дело, я просто тут, как говорится, ну, сбоку припёку получается. Оно с одной стороны вроде так, с другой стороны вроде не так. И, знаете, в любом случае всегда можно оформить какие-то отношения, какие-то, в общем-то, тут много всяких вариантов. Вот, можно какие-то документальные, допустим, ну, даже наследственные отношения, допустим, оформить. Это всё можно, это всё есть, это всегда было, есть и будет, как говорится. Даже, знаете, на улице вот кого-то встретить, захочешь отписать свои богатства, вот поймал и отписал, и никто не запретит, как говорится, это сделать, если это твои собственные там какие-то, допустим, деньги, средства и дома. То есть всё это есть, всё это можно. В другом случае нужно ли? Я вот тоже посмотрела тут, знаете, подумала, голову, так скажем, сегодня над этой темой поломала. Ну, посмотрела тоже, почитала в интернете. Не то, что мне это что-то нужно было, для меня конкретно какие-то, знаете, там вот комбинации найти, чтобы чего-то где-то поймать. А вот тут ловить, как говорится, уже давно нечего. Ну, дело в том, что с одной, вроде, стороны, там, как мне написали, вот, что вроде захотела что-то получить, но тут вроде получить ничего не придётся, потому что ты тут не заслужила вроде ничего. Да вы знаете, мы каждый чего-то заслужили в этой жизни. Вот, когда живём вместе, когда что-то делаем, когда ухаживаем друг с другом, то, понятное дело, что приезжаешь сюда, ну, приезжаешь, допустим, встречаешь тут мужчину, вот я в данном случае его здесь нашла уже, когда во Франции 8 лет прожила, вот. Ну, встретились, вот, живём вместе. Я за ним, как говорится, я ему в чём-то помогаю, ну, в чём-то он мне где-то что-то помогает там, ну, по каким-то делам, допустим, я не умею что-то мастерить и делать такое, знаете, мужские дела. Я абсолютно к этому не приспособлена, у меня и силы даже нет. Он у меня всё это сделает, попросишь его что-то там починить и прочее, он всё это делает с радостью, как говорится, и любовью. Вот, поэтому, как бы тут всё взаимно, я так считаю. Ну, я, как неправильно там кто-то написал, извините, я сейчас уже не помню, как говорится, я вам уже рассказывала, что у меня часто имён-то ваших там нету, или ваши ники, или, значит, циферки-буковки, так что просите, пожалуйста, если я вас не называю по именам. Написали, что правильно, что вроде как вот уход во Франции очень дорогой, то есть вот это вот всё вот, там, поесть собрать, на стол накрыть и прочее, это на самом деле стоит очень дорогого. И правильно там написали, что и компаньоны, они тоже, чтобы поговорить, посопровождать, на охоту съездить, это тоже дорогого стоит. Это Франция, это капиталистическая страна, так всегда было. То есть, а когда это тебе бесплатно даётся, вроде как бесплатно, это тоже чем-то, это работа. Вот вы верите или не верите, домашнее, это тоже работа. Любая женщина, кто вот дома что-то делает, они скажут, что от этого даже бывает устаёшь. Когда ты сам для себя что-то делаешь, ну, оно потому что, ну, вроде как ты для себя, ладно там, допустим, и так хорошо, ну, поесть, так и можешь что-то там приготовить лёгенькое для себя, несложно, но когда ты живёшь с партнёром, с кем-то, то тут нужно уже считаться и с его вкусами, и уже как-то приготовление пищи уже другое идёт, то есть там уже не обойдёшься тем, что ты для себя, допустим, приготовишь. Поэтому вот так, и даже, знаете, у нас поначалу были, ну, некоторые с ним, так скажем, ну, разногласия, он был недоволен, что я, предположим, его там в футболке гладила и складывала в определённой, ну, по определённой, так скажем, моей схеме. Ему так не нравилось, и у него вот, как ему вот, как его мама складывала, нужно было выкладывать их, научилась, стала выкладывать. Я говорю, так нравится? Нравится. Ну, ладно, говорю, пускай будет так. Вот, я как бы переучилась, ну, переделилась. Ну, думаю, ладно, раз ему для него это так, ну, важно. Вот такие вот дела. Поэтому всё это бесплатно, знаете, не бывает. Всё отработано абсолютно, как говорится. Всё заработано честным трудом. Вот, единственное, что как бы он, этот труд-то женский, он не очень виден. Ну, ещё, если бы вот так, знаете, посмотрели, за ним-то уход, ой-ой-ой, какой нужен, как и за ребёнком. Вот, такие вот дела. Поэтому иногда, действительно, от него я устаю. Он человек очень шумный и очень такой энергичный. У него много энергии, очень такой, знаете, он весь. А таких людей, ну, как вот, знаете, как он энергию тянет, как вот батарейка, что ли, которая вот заряжается, знаете, зарядное устройство. Вот она тянет, вот он у меня так её и тянет, эту энергию. Ну, просто человек, вот, сам по себе такой интересный достаточно человек. Вот. Так вот, о чём это я? О том, что я вам рассказывала о вот этих всех покупках домов, там, недвижимости, прочее, и, в общем, много чего. Ну, дом, конечно, найти, это тоже не схватишь за, не схватишь же первые попавшиеся. Дома есть, но, как вы сами понимаете, это тоже процесс такой небыстрый. Это мы всё рассматриваем, думаем, считаем, вот, значит, стоит. А может, вообще это не стоит, потому что время идёт, нам, мы молодеем всё равно. Нужно так рассчитать, чтобы нам это всё не было в тягость, потому что, знаете, как бывает, вот оплачиваешь, оплачиваешь, а потом всё закончилось, и дом престарелок придётся бежать. Нужно будет продавать этот дом. То есть вот таким образом, вот. Мне кто-то написал, что вроде же он люк эти деньги на дом престарелых копит. Да, блин, знаете, никто не хочет туда идти, и он туда не хочет. Он, знаете, как боится, он знает, что у него там папа в этом доме престарелых жил. Он очень боится и не хочет. Он будет держаться до последнего зубами, как говорится, и ногами, лишь бы его туда не сдали. Ну, не знаю, как дальше будет. Может надеяться на меня, что я вот ещё помоложе его на 5 лет. Может быть, я его туда не сдам. Может быть. Но кто же его знает? Знаете как? Я вот тоже посмотрела, почитала вас, и вот думаю, знаете, вот так жизнь всю распланировать. Вот было бы, конечно, легко, как вот это раз распланировал, разлиновал листочек, и там всё расписал. Это вот сюда, это я пойду в эту, туда уйду, туда выйду. Оно так не получается, вот вообще не получается. Я вот вот начала тоже считать это всё. Ну, как считать? Ну, свою как бы вот выгоду, как говорится. Вот начиталась в ваших комментариях и думаю, дай-ка я подумаю, какая у меня выгода. Прямо, знаете, задумалась. И так мне от этого грустно стало. Знаете, какая-то, ну, получается, как это бы сказать, ну, как на компьютере, вот какая-то программа, вот надо так, вот это так, вот это туда. Тут документы, значит, достала, стала смотреть, читать в интернете. Ну, на сайтах официальных стала читать, какие правила, какие законы и прочее. Мне так грустно от этого стало. И вы знаете, я вот спать захотела и устала от того, что думаю, боже мой, какая тут может быть любовь, когда вот тут вот действительно только одни финансовые вот эти вот все, как говорится, расчёты. Вот, вообще всё посчитать нельзя. Ну, вот нельзя в нашей жизни. Оно не поддаётся подсчётам каким-то. Я как-то вам уже рассказывала, что у меня бывший мой русский муж, вот он всё у меня вот так же считал, всё. Ну, мы с ним разошлись, понятное дело. Это было ещё когда-то давно, когда я уехала во Францию, 15 лет, да, мы уже 15 лет были в разводе с моим первым русским мужем, отцом моих детей. И вот он мне частенько всё говорил, что, ой, слушай, ну вот чё ты, вот никто и ничто в этой Франции, вот туда ты уехала, вот так, примерно, знаете, вот я вот у меня то, всё, вот тут вот эти, десятые там пенсии, я себе хорошую заработал, там у меня, в общем, живу в шоколаде, вот наезжу отдыхать и так далее и тому подобное. Ну, что вы думали, вот 60 лет, ему не стало, ему только исполнилось 60 лет, за три месяца человек умер, он даже думать не думал, что вот так возьмёт и умрёт. Вот, каждый раз мне об этом говорил, чё ты там, вот, никто, ничего. Поэтому, знаете, как загадывать, что будет потом, это, мне кажется, не имеет смысла, вот. Не имеет никакого, вообще никакого смысла в этом нету. Поэтому, кто, чего, куда будет, тут даже, знаете, как бывает, вот странные такие вещи, люди иногда в любви клянутся, вот прямо вот до гроба, вот я тебя буду любить всю свою жизнь. Вот вышел на улицу хлеба купить, встретил какую-то женщину и вдруг понял, что вот это, оказывается, была вся любовь его жизни или наоборот бывает. Ну, это я так о мужчинах, потому что сама женщина как бы поэтому сказала. Но бывает и наоборот, или она куда-то пошла там, не знаю, мусор вынести, а там встретился тоже какой-то сосед, тоже мусор выносит. Посмотрели друг в друга, глаза в глаза и поняли, что вот, оказывается, вот она, любовь-то. Поэтому тут, чего тут загадывать? Я ведь тоже, вот смотрите, когда первый раз замуж вышла, я тоже самое думала, ну, это на всю мою жизнь, вот, прям до конца, вот умру, вот, всё у меня вот так и будет. А потом постепенно, постепенно, постепенно я вдруг стала понимать, что, ну, вот, разные мы, дети выросли, и два человека совершенно разные. Да ещё и там, ну, проблемы некоторые были, так скажем, у нас с ним. Вот и всё. И потом и любовь куда-то прошла, всё исчезло. Потом я вот своего француза встретила первого, так скажем. Ну, второй муж, ну, первый француз. То же самое. Ну, всё вроде думаю. Вот, теперь-то уж точно, и вот мне 45 лет, я успокоилась, и мне так хорошо, и так классно. А вот, прожила я 8 лет с этим французом, а он оказался вот такой вот, тоже не такой, какой мне, какого я бы ожидала. Вот тоже столько проблем с ним потерпелось, как говорится. Ну, каких проблем? В том плане, что человек-игрок, когда играет, это, конечно, проблемы. Потому что, ну, вот всё, что скопишь, он всё это проигрывает. То есть тут уж ничего не поделал. Уже пыталась изменить его, уже и ругала, и что-то не пугала. Ну, вот такой человек, вот вы ничего с ним не сделаете. Это как вот алкоголик, сродни алкоголику. Ничего. Вот. И вот сейчас вот Жанлюк у меня. Ну, у него другая опять проблема. Вроде всё хорошо, вот прям всё. Но опять он у меня вот охотник. Видите, такой вот охотничий у него дух. Ну, правда, с этим можно смириться. Я считаю, это не так страшно. Потому что, ну, в принципе, не такое, знаете, уж прямо какое-то преступление. Тем более он тут официально заявил, всем сказал. Я прямо слышала лично, что сейчас он хочет это всё уменьшить. Он говорит, я эти все вот дела буду уменьшать. Вот. Потому что, говорит, не хочу и больше нет такого интереса, какой был раньше. Ну, думаю, правильно. Я уже молчу, помалкиваю, и человеку не надоедаю уже совсем-то, знаете, как говорится, масло в огонь не подливай. Если я буду ещё и зудеть, как бы, он тут вообще, он обратное, ну, по-обратному сделает. В общем-то, будет мне же хуже. Поэтому, думаю, ладно, пусть идёт всё как идёт, всё своим чередом. Вот. Поэтому вот такие вот дела. Наверное, поэтому он хочет сейчас что-то, ну, во что-то вложить свои деньги, что-то купить. Я не знаю. Мы уже всяко думали. Ну, дом. Если дом у нас не получится по какой-то причине или не найдём то, что нам хотелось бы купить. То есть, тоже куда-то в глухую деревню, знаете, на старости, как говорится, лет уезжать, ну, тоже не имеет смысла. Вот, когда уже возраст, ну, мы не молодые. Не молодеем. Мы с каждым годом становимся старше. Поэтому куда-то уехать в глушь, где не будет ни клиники, ни доктора, никого, это тоже не вариант для нас. То есть, нужно всё равно держаться за город. Вот у нас город, где у нас всё есть в округе. Абсолютно всё. Вот. От океана, как я уже вам сказала, тоже уезжать куда-то не хочется, чтобы взять и уехать неизвестно куда. Мы уже привыкли. Нам здесь нравится. Поэтому вот такие вот дела. И если мы уже не найдём ничего, ну, вот, не найдём то, что нам хотелось бы. А я боюсь, что мы не найдём, потому что сумма слишком маленькая. Покупать что-то, что ремонтировать, у нас по простому времени уже не хватит. Как он сказал, нам жить надо, наслаждаться жизнью. А мы будем, говорит, с тобой ремонтировать этот бесконечно этот дом. Вот. Тогда вот ещё есть варианты, как, допустим, купить какой-то участок, ну, поставить на нём. Как типа дачный участок. Как вот, если по-русски это дачный участок. Маленький домик поставить туда. Ну, такой домик, как бы это сказать, маленький. Ну, как дачный домик, вот, чтобы без фундамента. Потому что на фундаменте ставить там нельзя будет. Потому как землю покупать, ну, более-менее. То есть дешёвая земля, это земля, на которую нельзя, не под строительство, вот, не под строительство домов. Есть такие тут земли, участки. Ну, облагородить, в каком плане облагородить? Ну, какие-нибудь деревья посадить, там прочее, потому что это будет собственная земля. Ну, небольшой кусочек. И, допустим, в хорошем, красивом месте, можно где-то у реки, он говорит, я, может быть, куплю карту для того, чтобы удить рыбу. То есть какое-то удовольствие, вот, ты, говорит, будешь там гулять, ходить по природе. Ну, в общем, заниматься тоже своими делами. Ну, вот такой ещё вариант есть. То есть вариантов очень много. Вот. Тут главное, знаете, как, понять, что надо. Или же, ну, обеспечивать себя, то есть, ну, вот как-то подстраховать, как мне говорят, себя. Ну, вот эта страховка, она может вообще все чувства полностью, знаете, изничтожить и уничтожить. То есть страховка жизни, она тоже такая, знаете, если я буду ему говорить, ой, ты мне что-то дай, вот, ты мне что-то сделай. Ну, он тоже скажет, что это ты мне, знаете, как любой, каждый нормальный человек. Вот если бы у меня тоже что-то было, какие-то средства и деньги, допустим, много бы было, я бы тоже не спешила делиться с каким-то другим человеком. То есть, стал бы он меня выпрашивать, я тем более бы не дала. Поэтому тут тоже надо не переборщить, а как-то, знаете, ну, деликатно к таким вопросам подходить, потому как это раздражает людей. Я это тоже понимаю, имеется в виду партнеров. Вот. Это раздражительно, когда выпрашиваешь что-то, ты мне там дай, вот, ты мне это сделай. Это, в общем, вот такие вот дела. Тут сам должен человек понимать. Вот. А если уж не понимает, тут уж никуда от этого не денешься. А выпрашивать бесполезно. Тут как бы, знаете, как вот, как правильно написали, я лично сама сегодня по французским законам так пробежалась, открывала, смотрела. И вы знаете, у них они слишком-слишком мудреные, ну, очень мудреные. Поэтому тут должен быть или хороший какой-то, ну, адвокат, который бы посоветовал, как лучше поступить там юрист, адвокат, я не знаю, ну, в общем, короче, из этой области. Как поступить, допустим, нотариус может быть как вот с этими недвижимостями, что, куда, как, какие доли, к чему. Это очень сложно, очень. То ли нужно отписать что-то, допустим, ну, заранее, то ли нужно как, в общем, короче говоря, знаете как, даже брак, даже брак с французом, я вот сегодня посмотрела по документам, там тоже столько нюансов, там нужно все равно туда, как бы, ну, со специалистом все это смотреть, читать, узнавать. Ну, короче, нужно просто, знаете, жить, мне кажется, ситуацию отпустить и просто-просто жить все равно. Что бы вы ни делали, как бы вы, допустим, себя не подстраховывали, знаете, столько же ситуаций много и в жизни, жизненных. Может так будет, может вот так, а может еще как-то случится. В конце концов, тут не подстрахуешься, жизнь, она все равно все ставит на свои места. А вот такие вот дела. Ну, ладно, сегодня немного говорить не буду, я вам так, знаете, хотелось подсказать, рассказать вам сегодня о чем. Ну, о том, что как себя, ну, как, в общем-то, ну, что получить, наверное, да, после брака с французом, так что ли. Ну, или, как бы, какое наследство, даже не знаю, какая это, как я назову эту тему, даже не знаю, потому что, вот сейчас подумаю, меня даже сама она озадачила, о чем я хотела сказать. Я хотела рассказать о том, что у нас бывает, вот когда, ну, при совместном, наверное, проживании, что мы получаем вообще, что, по сути, ничего, вот. Если человек другой, вторая половина не захочет чего-то дать, то ничего и не будет. Вот, скорее всего, так. Ну, ладно, всех вас люблю, целую, обнимаю. Большое еще раз вам спасибо, что вы принимаете участие, что вы там пишете, обсуждаете. Собственно говоря, все интересно, потому что я начинаю думать, размышлять, вот. Ну, хорошо ли это или плохо, тоже не знаю, что я там размышляю. Ну, в любом случае, может быть, кому-то это тоже пригодится. Ну, давайте всех вам, вам, как говорится, приятного, приятной ночи, потому что уже поздно. Доброго утра. Ну, и еще раз целую и обнимаю. Пока-пока. Надеюсь, что до завтра. Продолжение следует.